Князь Хрустальный вернулся. Чем рискует президент Шалаев, возвращая соботку? Китайское хоккейное вторжение. Русские учат жителей Поднебесной, как играть и болеть правильно. Крупным планом – хоккейный пионер Горбенко. До него в китайском языке не было такого слова – нападающий. Меня зовут Андрей Балахин, вы в овертайме. Добрый вечер всем, кто любит хоккей. У нас большие перемены. Нам стало тесно в прежних рамках, и мы раздвинули границы. Овертайм – короли Востока. Отныне нас зовут так. В центре внимания – огромная территория от Урала до Хабаровска. Хоккейный Восток. То место силы, которое дает России звезд, бойцов и героев. У нас на Востоке в хоккей не играют, хоккеем дышат. Хоккей для очень многих – это единственный смысл жизни. Так давайте поговорим о нем. Мой собеседник в этом разговоре – новый человек по овертайме. Через несколько секунд я вам его представлю. И мы на пару с ним устроим настоящую раскатку перед большой игрой. В нашей новосибирской студии лучший хоккейный журналист страны по версии КХЛ Дмитрий Ярыкалов. И я приветствую тебя, Дима. Привет, Андрей. Привет, овертайм. Теперь мы вместе будем поджигать хоккей за Уралом. Как говорится, с двух сторон. И начнем с самого горячего и жгучего. Это ситуация вокруг Владимира Саботки. Саботка вернулся, наконец-то, в Омск. Пока в своем первом матче за «Авангард» он ничем особенным не отметился. Два удаления, разочарованное вооружение лица, как у Достоевского на каторге. Но все впереди. Надо все-таки прийти в себя и отойти от Европы. И перейти ментально в Омск. На твой взгляд, «Авангард» и «Саботка», чем закончится это продолжение романа? Разумеется, Владимир Шалаев выиграл менеджерские шахматы у Дуга Армстронга и агента Петера Свободы. Но куда важнее контракта «Саботки» его многострадальная спина и грыжа размером 8 мм. Именно она мешает «Саботке» играть в хоккей на высоком уровне. И даже операция может не исправить эту ситуацию, и грыжа может вернуться вновь. Так стоила ли игра, свеч? Ну, «Саботка», как говорится, рискует здоровьем, «Авангард» рискует деньгами. А другой человек на букву «С», «Скабелка», тренер Новосибирска, рискует репутацией. Этим летом «Скабелка» мог возглавить омский «Авангард». «Новосибирск» отстоял своего тренера, но проблемы с деньгами, задолженностями в Новосибирске никуда не делись. В середине октября они составят уже три месяца. Игроки могут начать подавать в арбитраж. Это вопрос репутации. На твой взгляд, «Скабелка» может хлопнуть дверью и уйти где-нибудь к началу ноября? Главный нюанс в этой ситуации заключается в том, что контракт «Скабелки» с «Сибирью» заключен так, что уходят Шолунов и Шумаков, главные заводилы новосибирской атаки, и может уйти сам «Скабелка». Сейчас такое развитие событий возможно при финансовом крахе Сибири. Если Шолунову с Шумаковым продадут ради закрытия долгов, то возможен и уход «Скабелки». Но, насколько мне известно, несмотря на долги, Новосибирская область в листе губернатора обещает перевести серьезный транш к Новому году. Ну, поговорим немного о Новосибирской Сибири. У вас, насколько я знаю, настоящий пожар с защитниками, все ведущие выбыли, играет молодежь. Николай Глухов вот неожиданно стал ведущим игроком обороны. В этой связи стало известно, что бывший игрок Новосибирской Сибири, человек с интересной фамилией Херсли, ушел с берегов Волги и, может быть, он вернется на берега Аби. Насколько мне известно, после расставания с Элла Фастовский нацелился на двух нападающих легионеров. А вот Херсли в Новосибирске не ждут, так же, как не ждали другого экс-игрока Новосибирского клуба Йонаса Энлунда. Скорее всего, Херсли продолжит карьеру в шведском Лександе, но почему бы ему не заглянув в Китай? Там, в Поднебесной, готовы принять сбитых летчиков? Интересное замечание. Полуторамиллиардный Китай прямо сейчас не только аэродром для сбитых летчиков, но и главный драгоценный камень в короне хоккейного Востока. Он адаптирует под себя диковинную новинку – хоккей с шайбой. Рано или поздно, все, что адаптируют под себя китайцы, становится и квизитной карточкой, и грозным оружием. Вот когда, через 5, 10 или 50 лет, китайский хоккей начнет доминировать в мире? За ответом на этот вопрос наша съемочная группа поехала в Шанхай. Это второй город, след за столицей Пекином, где прошли матчи КХЛ с участием китайской команды «Кунг Лунь Ред Стар». 24-миллионный Шанхай – самый большой город мира. Он настолько велик, что 8-тысячная ледовая арена, где играли первые шанхайские матчи КХЛ, казалась маленькой коробочкой, затерянной среди деревьев. Найти ее и узнать, что именно здесь будет большой хоккей, было задачей сложной. Наша съемочная группа затратила на это полдня. Ни одной афиши в самом дворце и его окрестностях, никакого ажиотажа, никакой охраны на входе. Мы легко проникли внутрь и застали самый разгар работ по доведению до ума ледовой площадки. Делать все в последний момент на флажке, в цейтноте и при этом чудесным образом успевать. То, что, видимо, роднит китайцев и русских. Хоккей для Китая такая же экзотика, как для нас, например, бейсбол. В итоге на игры пришли только посвященные, например, родители, чьи дети занимаются в хоккейных секциях. Мой сын в Канаде сейчас, он играет в хоккей и учится. Вам нравится хоккей? Я люблю его, я люблю эту игру. Я люблю хоккей. Это быстрая игра, это нравится новому поколению, подросткам. Она делает нас сильнее. Но все говорят, что хоккей – агрессивная игра, ведь китайцы – не агрессивная нация. Вау! Мы должны становиться агрессивными в спорте, это даст нам мощь. От 600 человек до полутора тысяч. Столько народу пока собирается на матче Кунг-Луня в Шанхае. Цены на билеты кусаются. Самые дешевые стоят 580 юаней. В пересчете на наши деньги это почти 6 тысяч рублей. Китайские болельщики – вежливые люди. Кунг-Лунь забил. Мы похлопаем и сдержанно порадуемся. Кунг-Луню забили. Тоже похлопаем и порадуемся. Русскоязычные жители Шанхая начали учить аборигенов, как надо правильно зажигать на хоккее. В Китае нет еще пока команды лучших Кунг-Лунь на Китайский Кунг-Лунь! Китайская страна в принципе хочет развивать китайский хоккей. И соответственно, они вкладывают огромные деньги. А они сейчас в перспективе, я думаю, что будут пятерки КХЛ однозначно! Русскую поддержку китайской команды услышали и на скамейке запасных. В прошлый матч была полная тишина. Сегодня нас уже поддерживали. Пускай немного болельщиков, пускай... Но они в какой-то мере заводили, наверное, местную публику. Они учили, как надо болеть. И надеюсь, что мы своей игрой постараемся привлечь новых людей на хоккей, новых болельщиков. Тренер Владимир Юрзинов создал хоккейную команду в Китае с нуля за три месяца из игроков, которые оказались не нужны другим клубам КХЛ. И этот собранный сбору по сосенке состав играет неплохо. В Шанхае из трех домашних матчей победил в двух и сейчас уверенно держится в зоне плей-офф. Но, несомненно, наша задача – это привлечение китайских игроков постепенно, чтобы у них появлялись свои ребята. И это, в общем, совершенно нормальное желание. Поэтому, я считаю, наверное, потому этот проект и был организован. Собственно, китайцев в заявке хоккейного китайского клуба пять человек. На лед на постоянной основе выходят двое. Нападающий Руди Ин и защитник Зак Юэнь. У последнего больше всего игрового времени и, скорее всего, именно 23-летний Зак войдет в историю и наберет первое очко хоккеиста-китайца в КХЛ. У нас в команде много говорят по-русски. Я выучил некоторые русские хоккейные термины. Например. Менталитет китайцев таков, что они легко адаптируют под себя все то, что приходит к ним из-за рубежа. Из игровых видов спорта у них самые популярные сейчас баскетбол и футбол. На очереди – хоккей. Он пока делает первые шаги, но у него уже появились фанаты. И это важно – фанатки. Мужчины учат правила диковинной игры, а девушки – а вступают лапочку-елосфару и просят автографы. Процесс запущен, а значит, к 2022 году, когда в Китае пройдет Олимпиада, здесь будет совсем другой хоккей. Смотрите далее в овертайме. Олег Горбенко – человек, который принес в Китай хоккей, а в китайский язык слово «нападающий». Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр, запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис». Омская 213-Б. Телефон 666-432. Наш герой Зак Юэнь, как мы и предполагали, набрал первое историческое китайское очко в лиге. Это случилось два дня назад, в субботу, в матче Кунг-Луни со Спартаком. Пройдет 6 лет и на Олимпиаде 2022 в Пекине, я думаю, две пятерки таких доморощенных и обкатанных на просторах КХЛ Зак Юэнь смогут дать бой, ну скажем, норвежцам или французам. Как, Дима, думаешь? Вот кто о чем, а я о Сибири. Вы посмотрите, в кого в Новосибирске превратился Федор Беляков. Это же новый Волченков, машина по блокированию бросков. И только слепой может не заметить колоссальный прогресс Максима Шулунова, уже сейчас готового к НХЛ. Ну а последний пример Николай Глухов. Парень, который оказался не нужен Омску и Челябинску, спустя три игры уже выходит в первой спецбригаде большинства. А что нужно? Просто работать с молодежью. Это абсолютно верно. Доведение молодежи до нужной кондиции – это главная задача тренеров сейчас, в том числе и в Кунлуне. И интересно, кто занимается этим делом на просторах китайского хоккея. А это один из бывших игроков «Авангарда», один из двух братьев-близнецов Горбенко – Олег. Он с 2008 года живет в Китае, перевез в Поднебесную свою семью. Горбенко уже 8 лет возится с местной хоккейной молодежью. И он стал человеком недели в овертайме. Олег Горбенко – пионер и первопроходец китайского хоккея. С него, с Горбенко, 8 лет назад, по большому счету, большой хоккей в большой стране и начался. Когда я приехал в 2008 году, ну, хоккея как такового не было в Пекине. Сложность, у меня был переводчик два месяца, потом его убрали, ну, и я стал заниматься с ребятами уже, так вот, изучение китайского. Они меня, в принципе, учили, да, там, хотя бы расставить там по пятеркам, по звеньям, как называется, красный цвет, зеленый, там, синий. Ну, вот это вот сложность, вот это, тем более многих терминов, которые у нас, выход из зоны, например, как ему объяснить, что такое выход из зоны, что такое зона, там, ну, и там, какая-то там оборона на возврате, такие термины. Ну, там такого же нет, вот это вот, вот это сложность. А в остальном, в принципе, там, по быту, по культуре, да нет, своя культура, свой быт, в принципе, к нему привыкаешь, и нормально, нормально. С китайской пищей уже нормально? Мне наоборот, мне уже сейчас тяжелее дается русская, потому что уже не хватает тех специй, не хватает, там, того я приезжаю даже, там, мама что-то готовит, я уже начинаю туда лить, да, чтобы что-то привыкнуть к этому. Потому что мне уже тяжелее здесь привыкать к питанию. Вот здесь сейчас поехали в ту же Финляндию, мне первую неделю ничего, потом тяжело, тяжело. А скажите, все-таки, как по-китайски, допустим, голкипер? Шамуэнь. Вратарь это шамуэнь. Многие термины такие, я говорю, что учил, что ты думаешь, что, к примеру, там, одно, а потом, получается, когда уже переводчики смотришь, блин, ну, это же другое совсем. Ну, допустим, нападающий, что такое нападающий? Нет нападающий, спортсмен есть, а и нет слова нападающий. Китай – это страна монастырей и послушников, монахов и послушников. Вот говорят, что в связи с этим тренер для спортсмена – это практически как духовный учитель, гуру. То есть, в отличие, скажем, от европейцев, от русских, они беспрекословно все выполняют? Да нет, поработав там, я понимаю, что, в принципе, такие же люди. То есть, и лень есть? Где надо крикнуть, где кулак, где, допустим, у меня команда была, которую тренировал, да, вот ребята, в принципе, они знали, если я зашел в раздевалку, я улыбнулся, да, то я даже знаю, что тренировка будет чуть другая. Когда они настроены, когда голова готова, ну, мне для этого надо быть чуть-чуть жестковатым. Ну, поэтому, такие же, как и здесь, все то же самое. Кулак помогает где-то, где-то пряник, где-то кнут, ну, так вот. А вот на ваш взгляд, они предрасположены изначально генетических хоккей. Ведь не сигарит, что, допустим, чернокожие спринтеры, да, они получают преимущество за счет того, что по физиологии они приспособлены бегать, да? Прыгать, бегать, играть в баскетбол. У китайцев есть предрасположенность к этому новому виду спорта? Ну, я считаю, можно их, конечно, есть у них, есть. Просто вот эти игровые виды спорта чуть потяжелее, потому что надо изначально, из детского возраста, да, их больше играть. Они учатся, учатся, учатся. У них, в принципе, учеба занимает все основное время. Дети учатся с 8 утра до 5 вечера. То есть, когда там идти во двор играть, такого у них нету. Баскетбол, у меня мальчишки приехали, мяч кинул, думал, ну, поиграйте в футбол, они не умеют. Плавание пошли, не плавают. Ну, то есть, вот эти вот, вот это тяжело вот в этом. Но если с детства учить, с детства, к примеру, какую-то детскую школу спортивную давать, чтобы они игровые виды спорта были, то, я думаю, нормально будет, мышление будет. А пока просто тяжело в том, что вот когда одиночный вид спорта, где он сам к себе предоставлен, там им проще, где взаимодействие командное, там тяжелее. Ну, опять же, это все развивается. Через сколько лет хоккеисты-китайцы смогут играть и выигрывать всерьез? Все случится гораздо быстрее, чем вы думаете. Смотрите, когда я приехал в 2008-м в Пекин, практически не было хоккея. Сейчас, на данный момент, даже взять 2006-й год, команды, дети, 80 команд только в Пекине. Вот чего себе. То есть, развитие идет, хоккея колоссальное. Сейчас пока в Пекине команда будет, я думаю, через 2-3 года это пойдет туда и на юг, и в Шанхай. На севере есть хоккей, и туда, наверное, в Шанхай, Гонконг. Я думаю, ну, популяризация будет сумасшедшая. Смотрите далее в овертайме свой среди чужих, шанхайская версия. Тренер Кундлуня Михаил Быков показывает и рассказывает, какие они китайцы вблизи, какие черты национального характера помогут им со временем сделать хоккей своим видом спорта. Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр, запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис». Омская, 213-Б. Телефон 666-432. Вы смотрите программу «Овертайм. Короли Востока». Новый проект, раздвигающий границы привычного хоккейного восприятия. В Омске Андрей Плохин, в Новосибирске Дмитрий Рыркалов. И мы говорим о команде КХЛ «Кунлунь Редстар». У меня один вопрос. Где деньги, Зин? Мы ничего не знаем о реальных спонсорах «Кунлунь». В открытых источниках говорится только о каких-то загадочных китайских компаниях, связанных со строительством. А президентом клуба является молодая девушка Эмма Ляо. Она возглавляет китайский офис крупной консалдинговой компании и занимается китайско-американскими связями. Но при чем тут хоккей? Действительно, хоккей тут ни при чем. Ты прав абсолютно, Дима. Эмма Ляо – это декоративная фигура. Так в Китае принято. На самом деле за «Кунлуньем» стоят даже не китайские, а российские спонсоры. Одна крупная нефтегазовая компания, которая имеет интересы как раз и в Пекине, и в Шанхае. Вообще говоря о Китае, надо учитывать местный колорит. Там все неоднозначно и необычно. Вот история жизни. Приезжает в гости к «Кунлуню» адмирал из Владивостока. Заходят наши хоккеисты в раздевалку за два часа до игры. А там накрыт шикарный стол. Осетрины, мясные деликатесы, сладости. Китайские организаторы постарались. Администраторы с трудом удерживали хоккеистов, которые рвались к накрытому столу. Удержали, конечно, но перед игрой и во время перерывов воздух раздевалки был манящий пряным. Думалось хоккеистам в тот вечер не о хоккее, а о том, как раз что их ждет в раздевалке после игры. Они проиграли, конечно, этот матч с треском. Эту историю рассказал мне один из тренеров «Кунлунья», еще один русский в этом клубе, Михаил Быков. Он же сводил нас на экскурсию по старым шанхайским улочкам. Мы поговорили о китайском менталитете. Ты вызываешь удивление. Удивление тем, например, что у тебя есть переносица. Далеко не у всех китайцев есть переносица. Если это китаец из более такой простой семьи, он может на тебя пальцем тыкать и говорить «Ух ты, Лао Вай!» иностранец. Дети очень удивляются, особенно если ты высокий. Посмотри, посмотри быстрее. А, никао? Няо, мао. Мы можем зайти командой в лифт, а там будет ехать китайская семья. И они будут стараться ненароком сделать селфи с тобой, потому что ты высокий. Они не избалованы вниманием иностранцев. Для них это удивительно, интересно, потому что каждый день вокруг тебя, в принципе, одна и та же бытовая жизнь. А тут появляются какие-то люди, не похожие на тебя, говорящие на другом языке. Со светлыми волосами, с большими глазами. Светлые волосы, большие глаза, другой звук ты произносишь, у тебя по-другому связки работают. Им все это интересно. И причем это не агрессия какая-то, да, не враждебность по отношению к иностранцам, а наоборот очень такой дружелюбный. И поддельный интерес. Они вот как дети, они радуются. Ты им что-нибудь скажешь, они пытаются повторить это, они не понимают, что... Они с такой радостью это могут воспроизводить, пытаться сказать на твоем языке, пытаться тебе что-то объяснить. Это очень интересно. Мы забили гол, они очень радовались. И когда нам забили гол, они точно так же радовались. Для них хоккей это не противоборство двух команд, сопереживание своей команде, своего города. Это шоу. Это просто, ну, праздник такой. Мы пришли, мы посмотрели, мы похлопали и тем, и этим, и все молодцы. И вратарь молодец, и нападающий молодец. И никого не обижали. И никого не обижали. Вот, в том и суть, что они как бы, в общем так, деликатно, деликатно относятся к этому вопросу, да. Во всех игровых игроках спорта, в течение волейбола, пожалуйста, и мужского, китайцы очень сильно поседают. Может быть, просто они изначально заточены по тому, чтобы в одного стрелять, в одного бороться, боксировать. Но там у них большие результаты, прыгать в воду с мишкой. Ну, может, это потому, что у них очень развита вот эта вот личная ответственность, самодисциплина. А когда они объединяются в команду, они, может, начинают немножечко слегка халявить и надеяться вот на того парня, который слева от тебя или справа от тебя. Но это все процессы, на самом деле, такие, я думаю, еще временные. Сейчас активный такой профессиональный спорт больше будет проникать в Китай, в том числе, в частности, хоккей. Да, и я думаю, они вполне научатся, потому что китайцы, они очень хороши в том, чтобы повторить что-то. Может быть, они не могут это создать, потому что у них другое мышление, они по-другому мыслят, ощущают мир, у них другой менталитет. Но если вот они что-то создали, смогли повторить, они уже могут улучшать, потому что они поняли, что это и для чего это. И довести до совершенства. И довести до совершенства. Это для них самое простое дело. Никао. Никао. Понял. Ты знаешь что-то о Пинчу, айс-хоккей. Кунун Хунцин. Пинчу, айс-хоккей-цин. Нет. Ну, у них все впереди, они ничего знают. Есть такая точка зрения, что китайцы не агрессивная нация, а какие же агрессивные спорты. Там драться надо. Я сбежал с Олегом Горбенко, он сказал, что в китайском языке до прихода Горбенко сюда не было слова «нападающий». Как с такими мирными людьми строить агрессивную защиту? Как внедрять прессинг? Думаю, что им просто нужно объяснять, что сейчас ты бежишь туда и выполняешь такое-то действие. И немножко по-другому эту информацию выдавать. Не просто, что это агрессия, а это то, что ты должен добежать, воткнуться, хитануть и продолжить какой-то игровой эпизод. Ты не делаешь плохо. Нет, ты ни в коем случае не делаешь плохо, ты не проявляешь агрессию. Это такие правила. Ты должен следовать вот этим вот правилам. Потому что так принято. Китайцы, они же очень ответственные, они очень любят все правила. Какую-то структуру, иерархию. Они какое-то очень дело любят. Поэтому вполне это все возможно. И я думаю, что песня китайского хоккей еще далеко не спета. И песня эта будет так же благозвучна и протяжна, как вот композиция исполнения этого великолепного человека. Наверняка они знают о том, что такое хоккей, а ему и не на то. Вот на этой щемящей музыкальной ноте можно было бы, наверное, и закончить. Но мы должны смотреть вперед. Возможные сенсации с завтрашнего дня. Пробьем булиты. И снова Дмитрий Ярыкалов в центре нашего внимания. Дима, чего нам ждать от первых дней настоящей недели? Все внимание в Уфу. Да, Салават Юлайф одержал три победы подряд. Но не стоит расслабляться. Рвануть может в любой момент. Захаркин задвинул Вайсвельда и общается напрямую с руководством клуба. А генеральный директор Салавата Нургуддинов в разгар непростого времени для уфинцев в разгар сезона уезжает, как ни в чем не бывало, на Кубок Мира. Это ли не хаос? Еще одно подтверждение неразберихи в Уфе – это то, что лидер клуба Григоренко, по сути дела, в этом сезоне не играет. А это лучший игрок, это харизматик. Андрей, не стоит искать подводных течений. Ни о ком конфликте речи не идет. У Григоренко серьезные проблемы со здоровьем, не связанные напрямую с хоккеем. Мы можем пожелать только здоровья и мужества этому большому мастеру. Присоединяюсь с твоим пожеланием и скажу, что по моим данным Григоренко мог быть обменен в Омск на одного из игроков, у которых сейчас в авангарде не идет, на нападающего Дениса Паршина. Более того, я скажу, что за последние пару месяцев Паршин уже во второй раз стоит на волоске. На председательном турнире в Магнитогорске только поручительство Евгения Медведева, капитана команды, спасло Паршина от ухода из авангарда. Он сказал Корноухову, мы обыграем трактор и Паршин остается в команде. Так и произошло. Но вступится ли за Дениса команды сейчас, когда им недоволен новый главный тренер Федор Конорейкин? Ну, я должен добавить, что в авангарде происходит броновское движение определенное, перемены в составе возможны, в частности, по моим данным, кое-кого из кузни мы в Омске можем получить весь вопрос в обмен на кого. Да, авангард выставил на обмен двух молодых, но не прогрессирующих защитников. Одному, Валерию Васильеву, уже нашли клуб в Викторинбурге. А вот Евгений Кулик выставлен на трансфер и на него претендует как раз Кузня и Нижегородская торпеда. И буквально только что к нам поступает информация из Омска. Максим Мизюрин отправляется в Канаду, авангард отпускает своего молодого перспективного нападающего. И уже сегодня он вылетает в расположение Вальдора, где продолжит сезон. И только к чемпионату 2016-2017 Мизюрин вернется в расположение авангарда. Большое спасибо, Дима. Ну что же, это был Дмитрий Ирыкалов в программе Овертайм Королевостока. На мой взгляд, впечатляющий дебют. На этом сегодня все. Мы встретимся через неделю на том же месте, в тот же час и, даст бог, в том же составе. Ловим восточную волну. Овертайм продолжается.